Вот, это статуэтка. А просто такая тяжелая. Да, довольно-таки тяжелая. Этот трофей она привезла из столицы. Малый хрустальный пеликан в целости и сохранности Вероника Романова доставила в родную школу. Ей не привыкать держать в руках хрупкие предметы. Колбы, пробирки и реактивы – вот подручный материал любого преподавателя химии. Кстати, для участия в конкурсе Веронике Олеговне пришлось изучить и другой предмет – историю Чеченской Республики. Нужно активизировать детей, говорить на их понятном языке, на тех фактах, которые им известны. Факты жизненных позиций. На уроке также я делала. То есть мы говорили о том, что им было знакомо. И сам урок я начала именно про прошлое, настоящее будущее Чеченской Республики. Этот материал был знаком детям, позволил нам сблизиться, стать партнерами. Она в класс заходит с улыбкой. Сегодня ее здесь ждут не только ученики, но и воздушные шары. Весь второй лицей гордится достижением Вероники Романовой, которая, кстати, когда-то сама сидела здесь за партой. А химию ей преподавал заслуженный учитель страны. Теперь Вероника Олеговна учит школьников опыты ставить. Это действительно лучший преподаватель по химии, который у нас был. Так как на ее уроках нам интересно, и мы получаем множество знаний. Когда мы проводим какие-либо опыты, потому что это всегда интересно для каждого ученика, и это всегда проходит в какой-то хорошей, теплой, доброй атмосфере. Я же собираюсь поступить в медицинский институт, и там обязательно будут уроки химии проводиться. И знания, которые нам передает Вероника Олеговна, очень нам помогут в дальнейшем. И, кстати, это не первый малый хрустальный пеликан, который поймали во втором лицее. Восемь лет назад учитель истории общества знания этой школы тоже вошел в пятерку лучших в стране. Ученики тоже не отстают от преподавателей. Этим летом в Саратов с медалью на груди вернулся из Гонконга серебряный призер Международной олимпиады по географии Михаил Балабан. Свой багаж знаний он получил в этом же лицее номер два. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.